Четвертая летняя всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани в 2023 году. И сегодня на церемонии закрытия третьей спартакиады прошла торжественная передача флага соревнований Татарстану. Лидерами общекомандного первенства в настоящее время являются сборные Москвы, Красноярского и Алтайского края. Команда республики оказалась в верхней части турнирной таблицы и вошла в топ-20. Заключительный день третьей всероссийской спартакиады людей с безграничными возможностями выявил обладателей еще одного комплекта наград. За бескомпромиссной борьбой и радостью победителей следила наша съемочная группа. «Стремись вперед, стирая грани» – звучит гордо девиз третьей всероссийской летней спартакиады людей с безграничными возможностями. Сотни юношей и девушек, а это около двух тысяч спортсменов из 65 регионов страны, в течение недели боролись не столько за место и за результат, сколько со своими ограничениями. Легкоатлетка Светлана Назарова принесла в копилку сборной «Мариэл» сразу две золотые медали. «Я занималась примерно год, готовилась тоже столько же. Я рада, что получила первое место. Это очень хорошо. Неописуемые эмоции. Я рада, что принесла в копилку команды еще одну медаль. Очень переживала, но поборола страх и просто бежала, ни о чем не думая. Нет, думая о том, чтобы победить». «Если спортсмен проявляет желание, с ним работать всегда легко и в удовольствие. Со Света у меня не было никаких проблем, она всегда выполняла все, что я говорила, и мне было с ней легко работать. Поэтому вот он и результат. То есть все ее трудолюбие вылилось в медаль золотую вторую». Всего за семь соревновательных дней разыграно более 500 комплектов наград, более полутора тысяч медалей разного достоинства. Каждый спортсмен здесь выкладывался по полной. Данил Романов, несмотря на сломанную руку в забеге на 100 метров, пробежал еще и 400. «Впечатления хорошие. Все нравится. Меня допустили, хоть я и сломал руку, я пробежал». Семь дисциплин, пять видов спорта. В последний день соревнований медали разыгрывали футболисты, легкоатлеты, теннисисты и пловцы. «Это первые такие крупные соревнования. До этого я принимала участие в турнире «Дай ночью». Но здесь именно возрастной ценз и соперники моего возраста, поэтому больше какой-то спортивный азарт просыпается». Оценка результатов любых спортсменов определяется требованиями правил соревнований. Все они расписаны и здесь, потому оценивать участников было несложно. Ну а впечатляющих моментов, конечно, было в разы больше. «Бегуны, бегущие дистанции в 35-м классе. Это ДЦП, сложная форма ДЦП. Падают, расшибаются, зарабатывают себе болячки, потом, несмотря ни на что, встают и бегут дальше по дистанции. Это, конечно, впечатляет. Ребята молодцы». Активности и стремления к победе этим ребятам не занимать. И они во многом могут дать фору любому здоровому спортсмену. «Всероссийская летняя спартакиада инвалидов ещё очень юна. Она направлена на развитие, пропаганду и приобщение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов. Итоги этой спартакиады подведены, победители определены. Всё волнение осталось позади. В эти минуты в Ледовом дворце Мариэл проходит торжественное награждение команд, продемонстрировавших лучшие результаты в общекомандном зачёте Всероссийской летней спартакиады людей с безграничными возможностями.